Выступавшие с докладами командиры воинских частей и подразделений говорили о состоянии правопорядка, о военно-политической обстановке, о морально-психологической, боевой подготовке в воинских частях и подразделениях. Также были заслушаны доклады об организации воспитательной и культурно-досуговой работы, о состоянии воинской дисциплины внутреннего порядка и учебы в Сухумском высшем командном общевойсковом училище рассказал исполняющий обязанности начальника СВОКУ Игорь Нинуа. С 3 по 14 июля в соответствии с утвержденным расписанием завершили вступительные экзамены. По итогам экзаменов были зачислены 34 абитурентов. И с 27 июля с утвержденным планом начали курс молодого бойца. На сегодняшний день пятеро абитурентов по собственным желаниям были отчислены. 23 июля училище посетил клонокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия. Мероприятие прошло без замечаний. С докладом о состоянии воинской дисциплины выступил начальник учебного центра Министерства обороны Республики Андрей Барциц. Он отметил, что за прошедший месяц не было совершено никаких нарушений дисциплины. Личный состав занимается согласно программе общевойсковой подготовки. Также в июле месяце со сборного пункта в пункт постоянной дислогации учебный центр достали 37 новобранцев. Все они были переодеты и обеспечены всем необходимым имуществом. 9 июля с личным составом учебного центра был проведен Пешимар с тактическими водными, получив практические навыки во владении стрелковым вооружением. В прошедшем месяце были проведены совместные командно-штабные учения 49-й армии. Участие в учениях принимали 1-й и 2-й мотострелковые батальоны, а также артиллерийская группа. Также на базе 1-го мотострелкового батальона прошли сборы с нештатными саперами, проводились командирские занятия. Следующее мероприятие – это полевой выход командно-разведывательного центра. На поле они вышли 22-го. Вчера они провели слаживание отделений на полигоне ЦАБАУ. Завтра возвращаются на пункт постоянной дислокации. 23 июля под руководством командиров были проведены плановые упражнения вождения боевых машин. Также сегодня прошла церемония выдачи военных билетов военно-обязанным запаса, который прошли курсы по специальности сапер. Сборы прошли, по моему мнению, хорошо. Курсанты, которые проходили сборы, им очень понравилось. Считаю, что такие сборы следует проводить и далее. От своего лица и от лица всех резервистов хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для того, чтобы мы получили данные инженерно-саперные курсы. Также хотелось бы поблагодарить подполковника Карапетян, майора Цвижба, а также лейтенанта Гицба за те знания, которые они вложили в нас за коротчайшие сроки в течение 10 дней. По результатам сбора в военные билеты получили 28 человек. На Алакове Алексея Гухава, Абхазская телевидение. Продолжение следует...